Коровка Божья, прилети мне на ладонь, мне на ладонь, с тобою поиграю, тебе ничем не поврежу. Александра Энгель начала заниматься пением еще в детском саду, а теперь она ученица Одинцовской музыкальной школы по классу фортепиано и участница фестиваля конкурса. Девочка признается, петь любит, но сольному исполнению предпочитает хоровое. В отдельное сложнее, а в хоре проще, потому что нам в хоре руководят, а когда ты сольным поешь, что не руководят, и когда сложнее. Младший хор Копель детской музыкальной школы – один из более чем 40 участников заключительного этапа фестиваля конкурса «Одаренные дети Подмосковья». Эта номинация получилась традиционно самой массовой и зрелищной. Выступление конкурсантов оценивало жюри, которая обращала внимание на все, начиная от профессиональных качеств хористов и заканчивая их внешним видом. Профессиональные качества коллектива – это частота интонации, это стилистика произведений, это яркое донесение текста, потому что вокальное и хоровое исполнительство – это проживание текста в том числе. Ну и, безусловно, артистизм, умение видеть и слушаться своего дирижера, и, конечно, это костюмы. Чтобы петь как один человек, а это и является залогом успешного выступления хора, нужно следить за рукой хормейстера и слушать товарища. Ну и, конечно, много трудиться. Например, к этому фестивалю-конкурсу хористы готовились по несколько месяцев. Мы готовились к конкурсу очень долго, около двух-трех месяцев. Мы учили песни, пели слаженно, распевались, развивали свои голоса. Выступление позади, а значит, самое время оценить свою работу. Хористки-капели остались довольны собой. Их хормейстер подчеркивает, они еще только учатся, но с каждым выходом на сцену поднимаются на новую ступень музыкального развития. Я им сказала, что вы сегодня сделали все, что я от вас хотела и то, что я просила. Поэтому я им очень благодарна. А как оценит жюри, ну, это уже дело случая. Поэтому я им очень благодарна за то, что они исполнили и, может быть, даже что-то свое привнесли. Мне было легко. Хоровой фестиваль-конкурс завершился только вечером. Его победители получили дипломы и кубки, а также путевки на другие творческие соревнования разных уровней. Те, кому на этот раз удача не улыбнулась, смогут испытать ее снова. Но уже в следующем году.